Морозов Андрей Алексеевич, адвокат. Сегодня должно было состояться заседание Волжского районного суда по уголовному делу по обвинению двух жителей города Саратова, которые обманным путем, мошенническим путем пытались получить денежные средства у Романова Романа. В настоящее время судебное заседание перенесено на более поздний срок, на 26 мая. Мы должны были дать показания в качестве потерпевшего. Однако сегодня это не произошло ввиду изменения даты суда. В настоящее время мы готовимся к даче показаний и должны рассказать об обстоятельствах, которые происходили в прошлом году. Здравствуйте. Я Романов Роман, депутат. Мне произошел такой инцидент. В прошлом году ко мне обратились двое граждан, когда проводилась по мне проверка. Обратились и пообещали мне помочь решить вопрос. Потребовали с меня вознаграждение в миллион двести рублей. Ну, немножко сторговались и договорились о сумме в восемьсот тысяч рублей. Ну, я сразу же принял решение, что это решение противоправное в отношении меня, и обратился в управление ФСБ. И 2 июня 2020 года противоправные действия в отношении меня были прекращены. Но 24 июня по показаниям этих граждан, которые были задержаны 2 июня, были на меня даны ложные показания. И основываясь на этих показаниях, Следственный комитет возбудил в отношении меня уголовное дело. И вот сейчас в данной ситуации мы, значит, объясняемся и доказываем, что мы невиновны. Ну, вот в отношении. Сил должен был пройти, как я понимаю, допрос или как было в отношении вас? Ну, начало судебного заседания было 24 апреля, по-моему, насколько я понимаю. Потом было 14 мая. Ну, нам сказали, что 14 мая нам не обязательно здесь присутствовать. И вот пригласили сегодня, 17 мая. Ну, судя по каким причинам, судебное заседание было должно. А в качестве кого у вас должны были? Меня в качестве потерпевшего. В качестве потерпевшего, потому что, вот как я уже сказал, что с меня вымогали эти вот денежные средства. Куда эти денежные средства должны были понять? Нам пока неизвестно. Я думаю, что в ходе судебного разбирательства мы уже что-то прояснится, и мы уже точно поймем, какая, что и как. Я в данной ситуации являюсь потерпевшей стороной. И в дальнейшем, то есть у нас в Ленинском районе, значит, уголовное дело в отношении меня пока еще идет, уже на протяжении года. Но мы, я думаю, что мы все-таки добьем справедливости и докажем, что не уйдет. Вы полностью отрицаете свою причастность? Ну, конечно, как я уже сказал. Да, как я уже сказал, то что задержание этих граждан было 2 июня, и основано на их показаниях 24 июня было на меня возбуждено уголовное дело. Кроме их показаний в отношении меня больше ни одних ни доказательств, ни показаний нет. Я понимаю, вы считаете, что это месть со стороны, да? Я считаю, да, что это месть со стороны не только этих граждан, ну и, возможно, даже со стороны областного БЭПа, потому что уж сильно областной БЭП как-то способствует, чтобы это дело продвигалось в отношении меня. Вы у вас требовали некую сумму. Они вам ранее были известны? Да, конечно, они были известны. Они у меня просили в аренду помещение, и я как бы одному из фигурантов делал, хотя его здесь нет, но они вместе все знакомы, все там как-то работали, у меня снимали помещение. И в этом помещении оказалась алкогольная продукция. И то есть поэтому из-за этого как бы пошла проверка в отношении меня. Вот то, что помещения были оформлены как бы на меня, то, что я их сдавал в аренду, в этом отношении... А вы знали, что там будет храниться? Да нет, так уж я знал. Сдал в аренду с утечением и сдал в аренду. То есть они вам не говорили, да? Нет, они вам не говорили, да.